Ай, небесный, утешителю души истины, И живи с детства, и вся исполняй Сокровища благих, и жизни подателю Приди все висядны, и очистины, И спаси блажные души наши Молись, молись. Благословенный Господь, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови это наше занятие по Слову Твоему Святому. Благодарим Господи, что собрал здесь нас в единодушии, единомыслии у ног Твоих, Господи, послушать слов Твоих, ибо это Ты Сам нам вещаешь о том, как жить нам, чтобы души наши, которые жаждут от Тебя в этой пище небесной, успокоились, смягчились, и сделали бы все для того, чтобы вместе с телом прийти к Тебе, Господу и Творцу нашему небесной обители. Слава Тебе за все, Отец и на Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к евреям, святого апостола Павла, 5 глава, 14 стих. Твердая же пища свойственно совершенному, которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Толкование. То есть, возвышенные догматы о божественности Христа. Видишь ли, что есть другое младенчество, мысли, которое имеют и старцы, и есть совершенство, иметь которое ничто не препятствует и юношам. Навыком он называет совершенство и твердость образа мыслей и нравственной жизни. Кто тверд по образу мыслей и по жизни, тот имеет и чувства души, приученные путем упражнения в божественных писаниях к различию с одной стороны возвышенных и низких учений, с другой здравых и извращенных. Не о жизни говорит он здесь, ибо всякий различает ее и знает, что зло дурно, а добродетель благо. Видишь ли, что необходимы обучение, упражнения и опытность в писаниях, если мы намерены различать, что еретическое и что не таково, а не просто ко всему склонять слух, ибо гортань вкушает пищу, а душа испытывает учение. И в 12.11. И комментарий Игнатия Латкина на слова необходимы обучение, упражнения и опытность в писаниях. У многих священников и даже у рядовых прихожан есть толкование блаженного феофилакта. У православных принято за установку. Книга отдельно, а я сам по себе. То есть, читанная из Библии в жизнь никак не притворяется. Но если предположить, что они дочитают до этого места, и глаза остановятся на этих выделенных словах, необходимы обучение, упражнения и опытность в писаниях, то какова будет дальнейшая реакция читателей? Если они признали, что блаженный феофилакт не сектант, не еретик, не баптист, то значит легко предположить, что он был сосудом духа святаго. Ребятушки, потише, пожалуйста. Что в действительности и есть. Значит, после прочтения этих слов, необходимы учения, упражнения и опытность в писаниях, как бы непосредственно слышанных от болгарского архипастыря в его храме, нужно сразу же собрать всех домашних, открыть Библию, которая и есть в Писании, ибо ничто другое не называется священным писанием, и начать читать, записывать и заучивать. Нужно сразу же эти слова соединить со словами Христа Спасителя. И Евангелие Таана, 5 глава, 39 стих. И следуйте Писание. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. С этими словами вполне согласуются слова Феофилакта. Необходимы обучение, упражнения и опытность в писаниях. Вопросы? Ну, вот Головин выступает Владимир. Он соответствует этому. Описание, которое сейчас Феофилакт Болгарский нам показал, для того, чтобы была опытность человека в исполнении. Ну, вот то, что он говорит в пастве, ну, там, людям, на роликах, оно помогает людям, поможет спасение души или нет? Ну, разобраться в слове Божьем. Ну, как ты считаешь? Ну, так-то, когда вы спрашивают какую-то притчу, он толкова невидимо-то знает, не зря учился в Академии. Он правильно, в принципе, все разъясняет, насколько я понимаю. Но в то же время у него там свои какие-то вещи есть, которые с писанием не сходятся. Не, не, должно все сходиться с писанием, иначе тогда это сектантство получается. Как у сектантов. Берут часть себе, а часть... Так, чтобы уж до конца все было. Шло. Ну, вот явно, то, что сейчас мы прочитали, комментарии, это 2003 года книга. 10-го. 10-го, но это новое издание. Новое издание. Ну, оно, это, от 3-го года было издание такое же. 3-го, по-моему. Ну, тут вот 15 лет изданию вот этому, и до этого сколько было изданий. Ну, словам вот, и то, что комментарии, и 15 лет им. Ну, и вот 15 лет, и ничего не меняется. Даже больше, можно сказать. Ну, просто комментарии, конкретно комментарии. Это только издали эти комментарии в книге 15 лет, и уже... Да, ну, я, будем говорить, я Филат Болгарский написал, понятно было бы все и ясно, тогда бы тысяча лет было уже больше. А с комментариями, он вообще все разъяснил уже. Уже, казалось бы, и все равно кто-то ложку дег-то подсунет в эту бочку с медом, которую есть потом нельзя. Вот, казалось бы, человек все правильно говорит, и все, и по писаниям. А как начинаешь всю жизнь смотреть его, и сайты еще, сайт, сайт чисто коммерческий у него. Вот, брат Никиты я накрыл специально, ознакомились мы, посмотрели. Такое впечатление, если там убрать слова и потихоньку сделать, такое впечатление, как реклама какой-то молодежной жизни, да? Показывают там людей, бритые там, женщины в штанах, бегают такие счастливые там, в купальниках где-то там пробежали по берегу моря. О чем говорится? А когда слушаешь, написано о молитве. Все, со всех стран, соединяйтесь, присоединяйтесь к молитве. Да, дорогой ты мой, ну тогда ты немножко-то посмотри, хоть что там тебе на сайте выставляют. Но не может быть, чтобы это был его сайт, и он не видел. Одной рукой дают, а другой тут же все отбирают. Молодежь должна учиться, вот Игнатий Иванович призывал сегодня. Ну, нужно, чтобы учились, оставлять память по себе. Посчитай. Евреям, 6 глава, 1 стих. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. Толкование. Выше сказал, вы ослабели, вы стали младенцами и дошли до такого состояния, что вам нужно снова учиться первоначальным основаниям веры. Посему и теперь говорит, что вам должен, наконец, размышлять как совершенным и превзойти слово «начало» Христовым. То есть, первое начало веры и устремиться к совершенству, то есть быть восприимчивыми к более возвышенному. Или еще можешь понять это в таком смысле. Так как казалось, что они хромали в отношении поведения, то теперь говорит им о жизни безукоризненной. Как бы так говоря, не должно вам всегда вращаться около начала, то есть поучаться в вере, подобно новообращенным, но должно стремиться и к совершенству, то есть к лучшей жизни. Ибо совершенен тот, кто вместе с верой проводит и жизнь правую. Ведь вера – начало и основание, и без нее ничего невозможно сделать, как и без букв нельзя знать грамоты. Однако же нельзя постоянно заниматься одними буквами. Так нельзя постоянно быть наставляемым в вере, подобно младенцам и несовершенным. Если же кто пожелает принять первое толкование, а это отвергнет на том основании, будто оно не соответствует тому, что ранее сказано апостолом Павлом, то пусть припомнит, что у него есть обычай, говоря об одном, быстро переходить к другому. Как, например, в послании к Коринфянам, беседая о трапезах, он перешел к речи о таинствах. 1 Коринфянам 11, глава 20-30 стих. Таким образом, и теперь, высказывая им в начале порицания за слабость и неспособность к восприятию более совершенного, обращается к рассуждению об образе жизни, называя их несовершенными и за то, что не по вере расположили свою жизнь. И еще один комментарий Игнатия Лапкина на слова «Поучаться в вере». Итак, комментарий. «Поучаться в вере»? В какой вере? Конечно, в той, какую оставил нам Спаситель, и какую будет искать на земле, когда явится второй раз, придя за церковью. Лука 18, 8. «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Об этой вере мы познаем из Священного Писания, через вщение Библии и через проповедь по Слову Божию. Римский император Тит жаловался своим друзьям, что напрасно прожил сегодня день, «Ибо не научился ничему новому и никому не сделал добра». Тем более это касается христиан. Христианские учителя восклицали «Спешите делать добро!» «Вера во Христа, поучение в вере, есть дело, полагающее основание всем нашим добрым делам». Иван Глитана 6, 29. И Иисус сказал им в ответ «Во, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Экклесиастам 4, 17. «Наблюдай за ногою Твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Этим люди думают в Храме Божьем только отстоять богослужение, но они не думают, что худо делают, не поучаясь в вере. Если священники приходят только для того в Храм, чтобы совершить благослужение, богослужение и требы, а не для того, чтобы научить людей вере, научаясь через это сами, то, цитирую, «Они не думают, что худо делают. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва не отзывит». Так, вопрос возник. Судя по обстановке, резко изменилось. «А где находится?» «Вернацкого» «Всегалец-то». «Что без Романа?» «Надо посмотреть на интернете». «Витебская-1», это «Советская армия», где «Баптийский храм» рядом-то. Я посмотрел. «Советский храм?» «Да ты что?» «На коммунаров там что ли?» «Да, коммунаров советской армии». «Да, там вот это...» «Так, рядом со мной...» «Второй вопрос. Когда мы ходили там, где Валентина живут, Люба где живет, а кто возил?» «Не я». «Да, Игорь возил». «А отсюда бы вот...» «Поели к Роману молодой». «Петиция к ногам, свози нас туда». «Прям даже не знаю». «Просим ласково». «Пока ласково». «Куда надо, туда поедем». «Поедем, за счет там, потому что обстановка изменилась». «Машина пока ездит». «Помолитесь, надо посмотреть, что у батюшки там лишнем в холодильнике вытряхнуть. «Посмотреть, что...» «Ну и кое-что свое. Там лук, чеснок, чтобы это...» «Тах-то корня там достаточно». «Да, конечно». «Наберу кулички лука, чесноку». «Он не один, поэтому других там угостит». «И ни слова не говоря, развернемся и назад». «Поснимаем маленькое». «Вот этих можно взять с собой». «Ну, у меня машина не растягивается, поэтому давайте сколько-нибудь договоримся. «Надо еще вот бабушку отвезти, а то же она никуда...» «Ну, пусть Ильц ждет пока. Она одна. А у нас у всех дело. Нам надо готовиться к занятиям. У меня тут срочно перекачка идет. Так, я считаю, что договорились уже. Нам никаких разговоров не надо еще нам успеть сделать. Обстановка изменилась. И мы неуперты. Сегодня еще утром, еще мы ничего не знали, и мы совершенно об этом не разговаривали даже. А тут есть возможность. Возможность и... Ну, просто необходима. Я вчера вас спросил, поедете к нему или нет. Так, давайте сразу определим, сколько человек может взять. Четыре человека. Я бы тебя. Ну, конечно. Значит так. Я... У нас двое, еще двое кто-то. А с вами, подождите, здесь он за вами вернется. Посидите. За мной Саша же принял. Позанимайтесь. А девчата могут... Так, подожди. Еще кого взять? Чего вы? Никиту берите. Хотите показаться? Никиту, подожди. Ну, вот, вот, четверо. Вот, четверо. Ну, мы двое. Что, будете здесь? Еще двоих надо. Сережа, Никита. Не пойдут, что ли? Нет. Бабушка забыл. Давай-ка мы возьмем девчонок. Да я могу приедете. Да нет, за нами папа же приедет. Ага. Значит, вы отпадаете. Отпадаете, да? Ну, все, и тогда как раз заберем ее и еще кого-то можно взять. А обратно... Вы с Володей? А обратно-то привезешь. А, вас же можно привезти. Катай. Меня привезти надо. На этой дороге-то я, как корова. Я у Надежды Васильевна буду сидеть. А мы будем продолжать заниматься еще. Надежда Васильевна, поедем. А, прям сейчас, что ли, уезжаем? Ну, договорились. Так, ты эти как посылал, сейчас посылали, когда его выйдет и объяснили. Мы скажи, проверь мне. После занятий, как для вакуума. Все. Как бы так... Так мы сейчас прям поедем, что ли? Кончим заниматься. А, когда кончим заниматься, а мы будем продолжать заниматься. Мы полный курс пройдем. Я захожу быстренько собираем. Пошарься в холодильнике. Там сюда... Пошарься в холодильнике. Пошарься. То есть, что батюшкин, там просто бронет рожь, а остальное можно забрать, кроме вина. Вина, там, две банки варенья, отличного. Варенья, да, да. Его она в банке разобрать-то. Как вернуть-то их? Так, я считаю, тогда так. И едешь? Ну, если мы его не увидим, то... Все. Так, значит, я девчонок возьму. Поедете? А потом обратно приедете сюда. Да их зачем они там рядом? Их же там недалеко. Не надо. Да мы живем там пять минут ходьбы. Чтоб потом не было. Я делаю вариант. Один из вариантов. Это проповедь. Чтоб по форме были одеты. Мы приехали, они увидят. Там разговор будет. Желательно, чтоб поехали. Эти не могут поехать, потому что отец заезжает за ними. Вы свободные. Чего вы головой-то трясете? Вам что? Какая разница? Ну, а Анфиса... Договорились? Анфиса хочет, вижу, проговорить. Анфиса просто не знает, как сказать. Баптисты девчонки ездили все время по лагерям. Первые годы, когда разрешали. Ну, а что вам? Роман Малыш, он вам знаком. Таня Петеримова ездила. Он договорились? Еще поди дом кто-нибудь построит. Это проповедь будет. Проповедь смягчающая при том. Пусть они увидят наши сестеры. Значит, тогда договорились. Оденитесь, только чтобы голова была по форме одета. Так, все, давай, Сергей. А ты постарайся. У тебя еще больше ничего нет? Не поедет? В 8,5 метра. Это всего 7, как и было? Нет. Там 32,5 метра. Когда где-то среди дикарей проповедовали, у них были очень воинственные отношения у тех племен, аборигенов. Но если была с ними женщина, у них на половину градус падал. А если был с ними ребенок, они все язык прикосывали, руки поднимали. Вы такие, как мы. Ты же не будешь нападать, когда рядом тебе есть такое. Ты их охранишь. Вас снимут немножко. Это покажет, что мы мирные люди. Я вас довезу сразу. Мирные. Это вы представители Потеряевки. Тут надо вперед смотреть, подсчитывать. Давай. Наложи во что-нибудь. Ты столько есть, забери все. Холодильник, подмышку и туда. Что-то там есть, да? Да, что-то есть приличненькое. Мы только можем что-то делать. Я не знаю, что это. Сухарей, луку и чесноку. Варенье, не знаю, как банку-то вернуть. Там банку жалко. Нельзя варенье дать. Может приехать. Так банку жалко для варенья. Может быть варенье налить, слышишь? Налить, может солопавные мешки завязать. Да не, вы что. Да банок-то я вам могу принести банку. Дело все в том, что это, ну варенье оно такое, как бы уже немножко подкишее. Подбродившее. Подбродившее. Могут нюхнуть эти и скажут, так, вы что ему тут брагу привезли? Ну ладно, ладно. Поэтому. Ого. Давай, поехали. Конфеты? Да конфеты не надо. Почему не надо? Так все забери. Конфетка вам, пачка какая-то. Забери, эти люди не отношение к ним другое. Им надо отпустить граждан, и чтобы мнение было все-таки неплохое о стране. Ничего себе. Кто-то бачки дать принес. Это надо смотреть, Маленька. Тут политический момент очень сильно замешан. Ну какой. Что он его потормозил? Подожди, что? Ну конечно. Круто? Круто. А вот знаешь, что там? Не молосная? Ну нет. Все. Нормально. Мишечка 2-3 нагрузим. Потому что он не один там находится. Да сюда положим он рядом. А людей, которых угостишь, они тогда более мирно. Вот я собак кормил, они на кого не нападали. Вы уверены? Сегодня... Да, уверены. Спасибо. Была бы жалоба. Сегодня сейчас смотрел утром, прошла вязанка. Впереди собака, за ней, я не знаю, кончилась, еще выбегает, еще выбегает. Она всех поволокла за собой. А где, в каком районе? Вот оттуда туда. Они в речь порту эти, которые эти собаки. Там у них кормят они. Оттуда как раз жалоба и была. Я туда приезжал. Да. Жалоба вот она была. Она говорит, если ребенок напугается, то есть это все предположительно. С этими собаками еще не было. Они были очень ласковые. К вам. Да, поехали. Евреям 5.2 Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Толкование. 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 Не должно вам получаться относительно веры, как начинающим. Ибо вы уже уверовали. Но этим намекает, что они и колебались. И потому нуждались в основании. Павел сказал об этом во множественном числе не потому, что существует много крещений. Ибо крещение едино. Ефесянам 4.5. Три. Не едино. Три крещения. Три крещения, о которых Библия говорит. Но в данном случае он говорит об одном. И в три крещения. Иоанново крещение. Крещение. Годных и Ордан и крещение Духом Святым. Ну, здесь написано мучение о крещениях. Во множественном числе. Вот это и есть. И оттолкователь нам говорит, который блаженный Ферфилакт. Павел сказал об этом во множественном числе не потому, что существует много крещений. Ибо крещение едино. Ефесянам 4.5. Но потому, что это как бы выходило из следующего. Раз он снова оглашал, то снова и крестил бы. И в случае отступления снова крестил бы. По необходимости было бы много новых крещений. Но это нелепо. Посему вы не должны повторять крещение, но пребывать при первом крещении. Быть может они, как крепко придерживавшиеся закона и под благодатью признавали по-иудейски много крещений. Заметь, что за покаянием следует крещение. Так как покаяние само по себе не может явить нас чистыми. Поэтому мы крестимся, чтобы все было делом благодати Христа. Далее. О возложении рук. Учение еще одно. Через это они получали Святого Духа, чтобы пророчествовать и творить чудеса. Когда сказано, Павел возложил на них руки, они получили Духа Святого. Деяние 19.6. Далее. О воскресении мертвых. Еще одно учение. Это происходит при крещении под образом погружения в воду и восстания из нее. И утверждается в исповедании веры. Ибо мы исповедуем, что веруем в воскресение мертвых. Далее. И о суде вечном. То есть в суде, дающем или вечные блага, или наказание. Кажется, говорит это потому, что они, вероятно, колебались. Хотя уже уверовали. Или жили худо и беспечно, говоря при этом бодрствуйте. Невозможно говорить, что если мы жили нерадиво или отпали от веры, то снова окрестимся, снова получим возможность омыться от грехов и удостоиться того же самого, чего удостоились и прежде. Прельщаетесь, говорит он, рассуждая таким образом. Неужели было такое учение, что можно было второй раз, наверное, окреститься? Кто-то так веровал, может быть, или что-то? Он выделил одно. Я говорю, три крещения было. Павел-то что хотел сказать? Пепелак понимает, что только заострено на крещение во имя Отца и Сына Святого Духа. Я говорю о том, что исторически уже сложилось, что вначале шел Иоанн крестил покаяние. Второе – принятие Христа во имя Отца и Сына Святого Духа. И третье – вершина крещения Духом Святым, быть Вадимом Духом Божиим. А что он имел в виду? Его толкование – правильное. То, что я говорю – правильно, потому что то и другое подтверждается Священным Писанием. А что он имел в виду? У нас широкий здесь диапазон на две стороны. И одно другому не противоречит. Ну, здесь говорится, что невозможно. То есть, как? Если отпали от веры, то есть, человек крещеный, отпал от веры, то есть, ушел из церкви. Потом покаялся, что его снова крестить, что ли? Второй раз? Ну, да, так и понимали. А потом ощущение было такое, что согрешившего после крещения трудно прощать. И поэтому откладывали крещение как можно дальше, чтобы мало оставалось времени для греха. И Константин Великий подвел почти к смертному дню. Представьте, боялись. То есть, такое было учение. Церковь по-другому сделала. Если даже ты и пал за того, скажут, кайся. Сколько раз пал, столько кайся. Я говорю, не поощряя их к греху, а к тому, чтобы ты не отчаивался. Как Нил Синайский говорит, согрешить – дело человеческое. А отчаиваться – пропал, не сать. Это дело сатанинское. Никогда не отчаивайся. Вот, совмести это, и ты увидишь, что толкование ферпелакта правильное. И я что сказал, это более широкое, охватное. Ты видел, если только слушаешь. А ты за перепиской смотришь в чате твоем там это, в сообществе? Роман Фроликов сейчас сказал, да. Последнее я не смотрел. Не смотрел. Он говорит, вот такой-то, такой-то там помогал Осипа, показалось, столько ересей насеял-то. И мы вот помогаем Игнатию Тихоновичу. А не окажется ли в конце, что мы еретиками стали? Ну, я подробно тогда, я случайно, можно сказать, забинул туда. И как раз это было. Ну, я тогда сел и напечатал. Я знаю, как. Время потрачу. А его-то слушают там и Трапко, Евгений, Анастасия, Талифка. Все. Так не, не только там, сколько к нам приходят, смотрят. Я еще перевожу это «События дня». Я ему объясняю теперь. Кто мы? Кого имеет он в виду мы? Которые приходят на наши ресурсы или тех, которые в чате только занимаются? Ясно дело, раз тут печатаются, остальные сюда не проникают, они не знают. Значит, ну, 28 человек, допустим, 26, больше-то нет никого. Так, которые мы помогали Игнатию. Теперь давайте рассмотрим. Мы это вот все на лицо. Теперь, кто мне помогал? Ну, я начинаю перечислять. Помогал мне жития святых, упущенные, которые не сделаны, были найти, из общего количества выйти, превратить аудио в видео и поставить. Евтушенко Сергей. Помогал Сергей Пупков. Когда я составлял каталог на жития, ты мне помогал, там разнес по графам. Больше никто ничего не помогал. Физически мне помогали. Когда мы ехали в миссионерской поездке, были в Зоннеберге, Германии, помогал Асартисон. И в 13-м году, и в 14-м. Мы заезжали, они нас снабжали, и все там было, и мы отдыхали с людьми и встречались. Все. А относительно тех людей вы можете спросить. У них нет подозрения, что я их куда-то завел. Теперь, допустим, я всегда повторяю слова Кирилла Иерусалимского. С чего нет Библии, Златоус говорит, о том не рассуждаем. А Кирилл Иерусалимский говорит, если оставаемо не сходится с Библией, не верьте мне. Я постоянно повторяю. Теперь покажите, что я говорил не по Библии. Или он только предположительно сказал, чтобы не доверялись, а так-то. Я ему сделал дверку, открыл маленько выйти. Он сразу же аминь, я это и хотел сказать. Хотя я понимаю, что он имел в виду. Может, позавидовал, может, что-то. Мне зачем это? Но он сразу в эту дырку и залез. Да, я именно это и говорил, чтобы пропадовать другим, что саму не оказаться недостойным. И все сразу. И другие начали говорить. Ну все. И сразу все сгладилось. Он только подозрение как бы упадает. Я немедленно сразу дал ответ. И все стало на место. И слово мы и помогали. Оказалось, мы мало, а помогали только трое. А с ними я буду говорить. Помогали. А ты говоришь, что если помогали? А я и ретик, вы помогали и ретику. А эти-то они как раз и не считают. Он идет на занятиях. И меня как завершающий голос, как здесь спрашивают. А как теперь, что скажете? А ну-ка иди говори. Я ни разу не выскочил там. Да, я скажу там, как некоторые. Я никогда этого не делал. Ни разу. А зачем? Если я нужен, меня найдут. Вопросов нет. Все. Тогда будем сидеть, молчать все. Тоже начнете, как сказки рассказать. Все. Да ладно. У меня свое умозаключение. И что, где теперь нам такого авторитета, как у вас взять? Чтобы нас искали. Да дурю-то что заниматься-то, елки-палки. Разговор идет конкретно. Ты спрашиваешь там, прочиталка, и спрашиваешь. Есть что-то сказать? У меня есть что-то сказать. Ну, я же гордый, я что буду говорить? Ну, чтите меня. А кто там знает, хочет Добунов что-то сказать или нет? Ну, понятно, Игнатий Тихонович Лапкин, он хочет сказать. Это и понятно. Тут и спрашивают. А Добунова кто спрашивает? Его никто спрашивать не будет. Он сам залезет. Я сам скажу. Я сам спрошу. Ну, надо ответить? Можно? Вот почему я только высказал это. Как бы в ролике он сказал всем. Что, я не влеку никого за собой, а когда позовут, я выйду. Игнатий Игнатий Тихонович, да пожалуйста, выходите. Кто на вас будет обижаться-то? Пожалуйста, выходите. Скажите, я скажу. Или там Володя скажет. Володя, скажи, сейчас я им отвечу. Что они там долготят? Я и здесь никогда пока уже не скажет, Никита Андреевича вызовет. Ну, тогда я скажу. Из-за одного, который встал и сказал, что театр одного актера? Все. Ну, а что такая обида-то уже до такой степени-то? И уже второй год сижу не выложу. Ни слова не возражаю против. Ну, здорово. Кажешь на своем месте. А вот я считаю, мне присылают там. Вы знаете, как мы любим Гунова. Насколько он четко говорит. Как он много знает. Вот и все. У тебя такая аудитория широкая. У меня Игнатов тут в любви изъяснялся мне. К вам и ко мне. Марина говорит, ты будь что-то ему напиши. Я говорю, да поговорить может по скайпу с человеком. Не знаю, мы ее вообще не знаем. Нисколько. Ну, слава Богу. У нас раздора никогда не было. Умейте свои таланты. Умейте наступать, умейте отступать. Песня пелась такая. Отступать нужно только в одном деле. Кто если знает, тот... Игнатович, я вам еще раз говорю. Если вы на занятиях там, эти занятия, это ваше детище. Вы спокойно можете, что-то захотели сказать, спокойно выходите и говорите. Единственное, что момент, что если Сергий там начнет уже говорить, то неудобно. Ну, когда он остановил чтение, пожалуйста, начинайте говорить. Ну, все молчат уже. Молчат минуту, вторую. А Сергий хочет, чтобы по этому вопросу разъяснили. И он стесняется вас опять, видать, вызывать или что. И такое молчание. А вы посмотри. Вселенское. А никто ничего не понимает на той стороне. Понятно, что оттуда как бездна какая-то смотрит на нас. Я поясню, смотри. Мне не всегда полезно. Вот выступает, помнишь, был юргин. И задел он. Перевод синодальный. Я сказал, немного сказал, все его как вышибло, как городки. И больше он ни разу не заходит. Это же было, когда сват этот был. Я закончу сейчас. Точно так же лежу он бредит. Я послушал, не возражаю. Я один раз ответил, его как-то голову снесло с него. Дальше, продолжаем. И вот выступает Роман. И начал он это свое опять, это колобродико где-то одет. Я ответил, он на завтра меня еретиком. И все, вышибло его намертво. Как будто он никогда здесь и не был. Это не один. Гордеев-то она начала бровить-то. И я гляжу, не отвечает. Я один раз только сказал. Его как будто бы очередью сразило. И больше никогда нет. Он сразу в Володе ухаживал несколько лет. Все разорвал завещание. То есть силу это имеет слово. Слово по Григории Искаме, имеющее воплощение. Я молчал. Вижу, что нельзя молчать дальше-то. Они молчат. И я сказал. Сказал только один раз. И человеку того. Именно ему. Его как срезал. Он сразу вернулся на то, кем он был. Он вроде бы маленько начал быть другим. Маленько уже ласкается. Он мгновенно превращается в зверя. Кем он был, но не стал другим. Он люто бросился. И сразу погасил в черный список. И дальше надо еще делать. Еретик. Меня предай в Анапе. Он полностью с ума сошел. И у Бога все вымерено. И поэтому я тебя называю. Скок зашел Владимир даже. Начал говорить. Я сразу остановил. Еще кому позволяете говорить. Ты видите, куда он ведет. Все. Все. Вышел он. И везде все залезал. У меня вот мысль какая возникла. В Писании сказано, что не мечите бисер перед свиньями. И не давайте святынье псам, чтобы они не обратились и не растерзали вас. И вот такая ситуация очень похожа, что говоришь им слово, а они потом как раз, вроде сначала раз, а потом начинают вас терзать. Да. И вот это вот сказано-то не мечите бисер. И некоторые вроде как считают это грехом. Но у вас же внутри как разит огонь. Вы не можете молчать. Вы видите, что творится зло, что творится, поносится вера православная. А вы восстаете против этих юридиков. Я тебя упрекал. Почему ты молчишь? Ты ведущий. Запрети им богохульствовать здесь. Это православный ресурс. Хорошо. Он не всегда понимает, когда он рассказывает. Хорошо, да. Хорошо. Тогда объясните, что значит слова не мечите бисер перед свиньями. После первого-второго разумления отвращайся, ибо он грешит, будучи самоосужден. Это я понимаю. Все? Что значит не метать бисер перед свиньями? В чем это? Бисером что называется? Ну, Святые слова. Святые слова. Священного Писания. И ему один раз ты сказал, один раз ты не знаешь, свинья это или животное, какое-то другое это. Ты ему сказал, он не принял, довольно, поворачивай назад, больше ему не говори. На этом конец. Как будто его и нигде нету. Ну, я же тебе, вот мне отзывов. Сегодня только день начался. Около 30 человек я уже заблокировал. Каждый день около сотни сегодня нападают на меня. Это конца нету. Тысячи на меня. Все с матерками, и там лезут, и обзывают, как-то даже не выскажешь. А зачем меня? Он говорит мне, то попал не туда, я ему помогаю выйти отсюда, я его заблокировал, он не зайдет. Но платят люди за это деньги, уже теперь точно знаем, большие деньги платят. Нанимают каких-то гавриков, вот ты все время на эти ролики ставь вот такую пакость. И не надо думать, там вот этот раз и поставь. Новый опять регистрируйся, а новый канал сделать. Это, ну, несколько минут все только. И они каждый день, каждый день выходят, а я каждый день их вышибаю, и на этом все. Я ебал. Он по другой фамилии, к вещам разъясняется. Игнать Ильич, так, ну, вы разрешите, теперь я скажу. А вот о том, что вы сказали. Значит так, вот эти скоки там и так далее, про скоки, это понятно, это мелочи. Илин, почти 4 года вы его нянчили. Чего вы его нянчили, скажите? Теперь дальше вы говорите, я ему сказал слово. Вы ему несколько говорили раз слово. Но по разным темам, просто не доходили до последней темы, когда он уже понял, что он, оказывается, патриот до мозга костей. Ну, это было видно, но вам все равно. Дальше. Вы что, Сергей? Я спрашивал Никиту, спрашивал Володю. Я говорю, как вы думаете, почему Сергей блокирует меня, когда я начинаю этому про хвосту или ину говорить правду? А Игнатийович молчит. Ну ладно, Игнатийович не слышит. Я говорю, ты почему не скажешь Сергею, что Сергей, ты что, брата нашего Игоря-то блокируешь, что ты совсем из ума выжил? Ты что, его не знаешь, рядом с тобой сидит все время? Я Никите говорю, Никита, а я что, я вот ничего, я вот кто такой, я еще тут молодой. Правильное дело, он ведущий, он должен блокировать. Все сидит, ну молодой, все понятно. Конечно, должен давно. Кого блокирует, меня что ли опять же? Кого пожелает нужным, он же ведущий. Так вот, в том-то и дело, не надо быть деревянным ведущим. Вы на себя, вы на себя инициативу на себя берете, он же ведущий. Надо, лучше подойти, кто-то ведущий. Надо быть, надо, чтобы был ведущий, который бы все понимал до конца. Истину Христову говорят, или какую-то ересь тут морозят. Он раз меня опять блокирует. И свои, чтоб чужие боялись. Ага, да, 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 давай, Сталинское отрудие, вперед. Ага, волчара. А то одиночек у нас нет у волков. Да. И потом, когда уже Игнатий Тихонович, уже в очередной раз я вышел, опять меня попугали, мы тебя заблокируем. И потом Игнатий Тихонович уже говорит, так, или я, или он, или он, и тогда Ильин сказал, я сам выйду. И ушел, и все, его нету. Вот как все было. А не то, что вы сказали слово, вы сказали слово, или я, или он. Сколько можно уже, он опять противоречит постоянно толкованию, блажен, это, там не Фефилак тоже был. Это у нас толкование. Это Игорь. Да. Допустим, когда говорили с Гардием, я или он, я такое не ставил. Понятно. С Романом говорили, я не ставил, я именно на его бреди на эти, и я отметил, почему ты смотришь, позволяешь это. Православный ресурс, а не забрёвывает его. Тут-то он уже все понял. С Романом. Но Романом, он не закрывал, из-за вас же опять не закрывал. Потому что вы благоволите к Роману, он это понимает, поэтому он его не закрывает, не банит. И он поэтому опять вылупается, а он такой, как крысеныш, вылез там, схватил такой кусок побольше, раз, в норку утащил, ну а тут кусок схватил такой, что в норку не прошел уже, а отпустить не желает. И все. Ну, этих два крысеныша у нас было. Это вот Роман, ну Роман, что там говорить уже, ладно. И вот, главный Ильин был. Главный вот это Ильин. Это самый, так долго его терпели, я вообще не могу сказать. Сколько он меня мучил, Серега, сколько меня из-за него банил постоянно. Я говорю, Серега, ты что банишь? Я говорю, что учение, учение Христова, это начинает какую-то там, антропопию нести. Как правильно, по-еврейски там что произносится, всякую. Где он это все, Галиматию находит, не знаю. И самое главное, только я что-нибудь скажу, я уже, ну, чуть-чуть, немножко там скажу, минутку. Он такой, ну, и я тогда тоже что-нибудь скажу. Я уже думаю, ну, сейчас умник вылез, опять что-нибудь. И там, Игорь Тихонович, ну, вот, Сергей сказал там неплохо, и Игорь тоже, в общем, тоже правильно, как бы, они оба правильно, мирят, все мирят, мирят, а там, он не в той норе, понимаешь? он берлога для него такая, один он там должен быть, в своей берлоге. Наконец, закрыли, все, сейчас никто, никуда, все нормально, единственное, что в чате там, ну, это понятно, да, у них чат там в голове, там иногда, как начнут эти вылазить, Ильина, Ильина долго не забрала, потому что он православный, поэтому мы его так долго и терпели, что... Кошмар. А Добунов что, кривославный? Ну, порядка у вас, потому что я видишь там, он из бреда занимает. Он не заблокировал. А я почему не могу зайти? Больше 30 лет мы знакомы с ним. Селиной? Селиной. Я же все рассказывал. Еще он, когда приезжал во Фрунзе, там Павел был, когда собирали баптист, он все знает. Ну, все знает. Чтобы напоминать, как я там вел беседу, я уже кое-чего и забыл. Так что... Ну, понятно. Вот видите, видите, вот все зависит от вашего авторитета. Я к этому подводил. Авторитетно вы сказали, или он, или я. Ильина нету. Ну, а Роман Малыш, тут другой разговор, тут совсем другой уже. Дело все в том, что вы не приняли плоскую землю. Все. С этого все началось. Вы должны были принять плоскую землю. Что не понятно? На 52-й параллели все начинается. Я не хочу, чтобы у меня Хаттабыч был учителем. Вы помните, как написано? Хаттабыч, здорово. Земля не может быть круглой, значит, вода бы вся стекла, и люди бы умерли бы от жажды. На ней живут одни пляшевые люди. А? На ней живут одни пляшевые люди. А ребятишки сидели, слушают, ну, ха-ха-ха-ха сразу все. Ну, поставлено здорово. Здорово. Очень даже. А Хаттабыч играет такой знаменитый артист. Я недавно сказал, заметь, какие бы артисты не были, они остались артистами, они не воплотились в народе. Ну, где, допустим, ты Штирлис, бывает иногда там, ну, да я какой Штирлис? Тут, где-то можно как-то. Сегодня гениально играет Миронов Евгений. Вот представь, идиотов он играет, когда там доказывают католическую веру, когда вообще нельзя сказать. Ну, нигде не применяют. Но сейчас в интернете постоянно визия появляется Шариков и рядом профессор Преображенский. Они все время рядом. Оттуда он, Шариков, это не артист, это национальный герой. Это национальный герой. Валимир Толокольников. Так они его как искали долго-то. До Дальнего Востока не могли найти. В Казахстан поехали, там нашли такого артиста, такого же роста, такая же пизяномия. Он говорит, только вот этот. А он сразу согласился. Так он где бы ни шел, все кричат, Шариков идет. И он даже никаких так переносил и медали получал от Казахстан. Он умер-то в этом году. Да. В прошлом. И, кстати, он тоже Хатабыча сыграл. Вот более воплощенного, не то, что... Все забывают, что он Толокольников. Владимир, нет, Шариков. Его фамилию даже не знали. Это такое, даже не талант, а что-то, воплощение. Какая-то... Фрося. В этом году, кстати, исполняется 45 лет фильму Иван Васильевич меняет профессию. Вот что крест животворящее делает. Помните, живьем, брат, демонов. А Бартко все это делал. А? Бартко? Бартко, Бартко, это режиссер. Это Гайдай. Иван Васильевич. Иван Васильевич. А это Бартко, да. Показывали там спорт, кажется, Серебряковым. Он что-то выехал в Канаду с ребятишками, со своими детьми. Кто? Серебряков? Ну, известный актер. В Штрафбате он играл. Да, в Штрафбате он играл. Ну, что скажешь-то. И ему теперь артисты местные говорят, вот уехал в Канаду, у тебя востребованности там никакой нет. Что ты бросил родину-то? Ну, и ребята у меня подрастают, да чтобы язык знали. Но ничего так сильно тебе не говорил. Ну, что-то клонятся все к Украине, как будто бы. А, ну, видать, сам... Ясно дело, что у него тут не может быть такого мира. Понятно. Талантливый, да, артист, но нигде никто не будет говорить там, давай, фамилия его придумана. А это Шариков. И вот на днях я размышлял об этом. Это нельзя будет. Ему надо родиться было Шарикова и умереть Шариковым. У этого Вячеслава-то было такое. Тихонов. Он едут, во дворе кричат все, Штирлис идет. А он говорил, да что ж, неужели я одну роль играл? Там у него 120 ролей было. Лавров играл, какие возьми. Он играл одновременно и демоны играет. И Ленина. Братья Карамазова, кто там это. И этого. Брата сына. Федора Карамазова. Так давайте молиться уже и поехали. Давайте. Нет, нет. Кого еще? Ну мы поедем. 47 минут. Давайте поможем. Брата сына. Брата сына. Брата сына. Достойно есть от этого истину блажить, Тетя Богородицу, прелестном лаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую херубиум, и славнейшую без сравнения Серафим, без засления Бога Слово рожжую, сущую Богородицу Тебя величайя. Благословите нас, Игорь Михайлович. Милосердный Создатель, мы благодарим Тебя за этот воскресный день, напоминающий о Твоей победе над смертью над дьяволом. И это наше желание где быть. Благослови, если это от Тебя. Помоги нам с радостью исполнять заповеди Твои, в радостью встретить Пасху Христову, этого романа в разуме, избавь его от демона лжи. Соделай, как воля Твоя и Святой угодно. И в описании говорит, прогоди кощунника, и раздоры, ссоры утихнут. Тебе слава за все, отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Богу слава. Вовеки вечного. Так. Мы уходим. Кому говорили? Девчонки. Володя, я беру запасную аппаратуру. Молодец Василий. Я ей позвоню, ты выйдешь.